30 семей в Сызрани в один миг стали богаче на сотни тысяч рублей, а некоторые из них получили по миллиону на приобретение квартиры или строительство собственного дома. Несколько лет ожидания в очереди закончилось получением денег от государства по программе «Молодой семье. Доступное жилье». Пять лет стояли, вот шестой и той пошел. Тут нам позвонили, сказали, что приезжайте, получайте сертикат. И сейчас мы в данный момент живем, в кредит взяли квартиру, в ипотеку. И сейчас вот за нее выплачиваем по аэнной сумме. Полученные 700 тысяч рублей семья Грачевых решила потратить на погашение ипотеки. Специальные свидетельства на социальные выплаты семьям в администрации города вручил глава Сызрани Николай Лядин. По его поручению софинансирование госпрограммы было увеличено вдвое. Мы с каждым годом на программу «Молодой семье. Достойное жилье» увеличим софинансирование. В прошлом году, как уже ведущая сказала, 5 миллионов софинансирование было из нашего бюджета. Остальные с федерального, областного. В этом году мы выделили 10 миллионов. Таким образом, счастливых обладателей социальной выплаты будет еще на 10 семей больше. И это при том, что из-за пандемии пополнение бюджета уменьшилось, многие предприятия сократили производство, а значит снизились и налоговые поступления. Но Сызрань ежегодно увеличивает софинансирование госпрограммы, источниками которой также являются федеральный и областной бюджеты. Размер выплат рассчитывается по-разному, в зависимости от количества детей. У нас один ребенок, зовут Максим, ходит в садик, он у нас любит заниматься футболом, ходит на плавание, в общем, растет прям спортсмен. Теперь есть и деньги на жилье, так что, говорят супруги, жизнь удалась. Теперь да. Практически да. Еще к чему-то будем стремиться большему. Глава города пожелал, чтобы в каждом доме царили счастье и любовь. За последние пять лет социальные выплаты на жилье получили 248 сызранских семей. Анатолий Волошинский, Вести детально.